Рецепт одной женщины из интернета Мне 50 лет. Хочу предложить тем, кто страдает от боли в ногах, очень простой, но и действенный рецепт. Лет 10 назад меня начали мучить боль в ногах, распространявшаяся от кончиков пальцев до щеколотки, сжение подошв и пяточная шпора. Обратилась за помощью в больницу, но применение в лечении рекомендованных медиками средств не способствовало улучшению состояния моего здоровья. Боль была адской. Я из-за нее даже на ноги не могла встать, а ночью уснуть. Чтобы хоть немного поспать, водила себе Димидрол. Подруга, видя мои мучения, посоветовала мне регулярно оболевать ноги холодной водой. Да, после этого минут на 5-10 боль выходила, а потом возникала с прежней силой. Работала я тогда в службе по обслуживанию одиноких пенсионеров и инвалидов. И был у меня на попечении один дедушка, царство ему небесное. Так вот, узнав о моей проблеме, он посоветовал мне попарить ноги на ночь в обыкновенной молочной сыворотке. Следуя его совету, я вечером того же дня нагрела сыворотку до терпимо горячей температуры. Поместила в нее больные ноги и держала их в сыворотке до тех пор, пока она не остыла. Потом надела носки и легла в постель. Не поверите, но впервые за долгие месяцы мучений я уснула без проблем и спала всю ночь, как убитая. Я повторила процедуру еще три вечера подряд и забыла о том кошмаре, который меня мучил. Теперь и списать могу. Но самое удивительное, что невзирая на то, что у меня варикозное расширение вен, при котором нельзя парить ноги, этот метод мне не навредил, а действительно помог выздороветь. А вот когда по совету одной женщины попробовала избавиться от шпор биением пяток об пол, мне стало только хуже. Стукнуть несколько раз удалось с трудом, а потом возникла такая боль, что от нее казалось, вместе с ногами и голова у меня отпадет. Так что всем, у кого подобные проблемы, советую применять для их устранения сыворотку. Этот молочный продукт даже моему коту помог, когда у него опухла лапа. Попарила я ему конечность в сыворотке и уже после одной процедуры он бегал как прежде. Помогла мне сыворотка с нарывом справиться. Уколола как-то палец с шипами роз и вскоре он напух, покраснел и стал нарывать. В неделю терпела боль, а потом вспомнила о сыворотке. Попарила два раза в ней руку и палец пришел в норму. Молочная сыворотка до 5 часов свежести. Уникальнейший щелочной продукт в мире. В ней есть все, что было полезно в молоке, но нет ничего аллергенного. Казеин, лактоза и другое. Продукт стопроцентно диетический, очень полезен женщинам любого возраста. Молочную сыворотку можно получить при приготовлении домашнего творога, который также относится к списку щелочных продуктов питания. Один из простых рецептов приготовления домашнего творога. 1-2 литра сквашенного молока нагреваем на маленьком огне на водяной бане, предварительно вылив его в широкую кастрюлю. Можно оставить и в стеклянной банке нужного размера. Поселив на дно кастрюли с водой хлопковую тряпочку, нагреваем до тех пор, пока не отделится сыворотка. Желтоватая жидкость и творог нужной консистенции на любителя. По времени этот процесс занимает 1-2 часа. Отделяем творог от сыворотки и можно кушать. Напомню, что до 5 часов свежести они имеют щелочную реакцию. Сыворотку нужно пить без добавления сахара. Ее также можно использовать для приготовления хлеба, блинчиков, оладьев и любой другой выпечки. Уважаемый друг, не забудь поставить лайк и поделиться этим рецептом со своими друзьями, а также подписаться и прокомментировать. До встречи в новом видео.